На ютюбе уже давно стоялись видео, где люди распаковывают товары с алиэкспресс, новые айфоны и другие современные гаджеты. Но мне хочется заглядывать внутрь всяких необычных штуковин, редких, старых вещей, которые вообще непонятно зачем нужны. К тому же многие из вас в детстве разбирали свои игрушки, но в итоге не могли их собрать. Поэтому сейчас я решил возобновить эту традицию, заглядывать внутрь всяких вещей. И сегодня мы заглянем внутрь старой видеокамеры. Это экспериментальная рубрика на нашем канале. И для более удобного просмотра я рекомендую вам расслабиться, выделить лишних 5 минут, налить себе чаек и погрузиться в процесс. Приятного просмотра. Лично ложка в глаз лезет. Итак, ребятки, настало время разобраться вот с этой вот штуковиной. Да. Теперь нам надо ее очень грамотно открыть. У нас здесь заключена старейшая видеокамера, в которую мы намерены заглянуть. Давайте не будем терять время, и приступим. Потертая временем. Знаете, это старая упаковка, которая так навеивает воспоминания о том детстве, в котором... Да нет, у нас не было всяких штук в старой упаковке. Это я что-то выдумываю. Ага, еще здесь точно. Да уж, я такой себе распаковщик. Это нам не нужно. Ну вот, ребятки, поприветствуйте. Потертую временем камеру Samsung. Ха, без аккумулятора. Но, тем не менее, она же не рабочая. Хотя, кто его знает, может она еще вполне рабочая. Нам, конечно, сейчас, наверное, вряд ли удастся выяснить это. Хотя, если мы посмотрим сюда, то у нас здесь есть такая вот часть DC-out, видео и аудио. Ну да, вряд ли сюда куда-то можно подсоединить кабель. Так, я думаю, этот шнур... Красота. Только посмотрите, как это круто выглядит. О, черт! Так, аккумулятора у нас нет. Но здесь имеется отсек. Да, здесь имеется маленькая батарейка. Хрен его знает, зачем она нужна, но зачем-то она здесь стоит. Теперь, я думаю, стоит приступить к снятию всех этих штуковин и заглянуть внутрь видеокамеры Samsung. Ну что, ребятки, самое время найти вот эти вот штуки. Но я их уже нашел. Хотя, если посмотреть внутрь сюда, абсолютно ничего не видно. Так, у меня есть инструменты побольше, инструменты поменьше, чтобы проверить, какие сюда подойдут. Но сюда, скорее всего, подойдут маленькие, маленькая фигурная отвертка. Так что давайте, наверное, с ее помощью и попробуем вскрыть все это дело. Так. Блин, не так-то просто зацепиться. Там нужно совсем, видимо, мелкое. Эта оказалась большая, придется поменять на другую. О, уже получше. Отлично. Здесь сказано нажать, но если я нажимаю, ничего не происходит, она вообще не открывается. Так что, хрена с два. Мы ее откроем обычным нажатием. Я так понимаю, это резервуар для кассет. Но кассет-то там нету. Хотя мы сейчас заглянем внутрь и посмотрим, что там вообще есть внутри. Эту я откручиваю. Эту я откручиваю. Так, первое вскрытие, первые болты отправляются сюда. Давайте-ка посмотрим, что тут у нас. О, там кассета. Блин, там кассета внутри, ребятки. О, черт. Я не знал, что там что-то будет. Охренительно вообще. Кассета протертое временем, наверное, еще. Блин, 8-миллиметровая. Интересно, что на нее вообще снимали? Как-то вариант, это открыть вообще. Давайте-ка посмотрим. Если вспомнить, как я раньше управлялся с видеомагнитофоном, и там открывался эти дела, то, возможно, и тут получится как-то ее извлечь. Пока что у меня нет предположения относительно того, как нам это дело открыть. Вот так выглядит камера. Теперь нам нужно идти дальше. Нам не стоит останавливаться. Здесь какая-то надпись с маркером. Не знаю, честно, писали. Здесь, кстати, тоже. Но я хочу все же как-то аккуратно попробовать извлечь эту кассету. Давайте продолжим, наверное, разбирать камеру. У нас здесь еще имеются отсеки. Давайте их открутим и посмотрим. Приржавели. Зараза. А, черт. Пробуем другой. Так. Ха-ха. Заглядываем в историю, ребятки. Всегда любил разбирать всякую хрень дома. Ух ты. Так, аккуратненько. Хорошо. Мы сняли часть объектива с микрофоном. Да, у нас здесь имеется микрофон. То есть вот этот микрофон, я так понял. Потому что сюда поступает запись при видеосъемке. Очень интересная штука. Он был соединен проводом, но мне кажется, что он еще вполне работоспособный. О, давайте сняли эту штуку и смотрим, что там. Будем идти потихонечку. Кстати говоря, должен заметить, что здесь все сохранилось максимально чистым. И он мне себе выглядит работоспособным, мне кажется. Так что, если попробовать запустить этот записывающий механизм микрофона, то, возможно, все еще будет работать нормально. Я взял кисточку, чтобы расчищать от пыли и мусора внутреннюю часть камеры. Потому что я уверен, это было неизбежно. Я знал, что здесь будет мусор. Какой-то мелкий хотя бы. Или пыль. Так, но я все же намерен раскрыть камеру более полноценно. Это надо понять, как она еще открывается здесь. А, тут хруст времени. Аккуратненько. Ох, вот этого я ждал. Самая красивая часть. Вы только посмотрите, мы заглянули внутрь старой камеры Samsung. Ребята, камера, на которой снимали ваш день рождения, когда вы были мелким пиздецом, и заглянули внутрь этой камеры сейчас. Камера, которая снимала юбилей вашей бабули. Блин, какая она прикольная вообще. И мне хочется так ее и сохранить, на самом деле. Я даже не хочу лезть дальше. Хочется просто ее поставить и любоваться этой красотищей. Посмотрите. И внутри она сохранилась достаточно круто. Здесь нужно все смонтировать с классной музыкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребятки, извиняюсь, я немножко отвлекся на то, чтобы пофоткать этот шедевр, чтобы не забыть его первозданный вид. Кстати, фотки будут выложены в паблике ВКонтакте, а также нашем Инстаграме. Ищите их там. А теперь продолжим разбор этой прекрасной доисторической хреновины. Ладно, не хреновины. Это все-таки динозавр, которому нужно уважение проявлять. Посмотрим, что у нас здесь имеется. У нас имеется кассета каким-нибудь домашним порно или юбилеем бабули, или там рождением. Посыпается всякая труха, как вы видите, да, если я уберу камеру, вот сколько у нас всего понасыпалось сюда. Это неудивительно. Давайте посмотрим, как еще нам отделить остальные части отсюда. Например, вот эти. Пока что не очень понятно, как. Ага, я вижу еще два дополнительных болта. Они здесь запрятались. Нужно их выкрутить. Так, тут мы открутили все. Да, мы практически... В одном... В одном болте от того, чтобы ее раскрыть. В одном вот этом болте, который сопротивлялся. И, видимо, только он сейчас удерживает камеру от полного раскрытия, которое я и не могу сделать. Потому что боюсь повредить что-нибудь, да? А ну-ка, смотри сюда. Да, есть один болт. Вот он здесь находится. Хорошо, что я его заметил. Еще от этого избавился. Давайте попробуем дальше. Ага, все, эту штуку мы отделили. Мы ее можем убрать с того, что пока. Давайте вот сюда. Специальные резервуары я бы там подготовил. О, отлично. Теперь заглядываем во вторую часть камеры. Вторая часть. Она у нас ускреплена проводами. Давайте мы их аккуратненько вытащим отсюда. И... Это провода, которые уже идут к... Глазкул, видимо, не отвечают за фокусировку, за зуммирование и прочее. Так. Возвращаем нож. Чтобы открыть эту хреновину. Ага. Но все же... Трудно добраться до внутренностей этого всего. Там есть болт. Может, его сейчас получится выкрутить. Он вообще ни в какую, не хочет цепляться и выкручиваться. Так что идея такая себе. Но я думаю, эти провода можно отсюда вытащить. Вот так. Все. И теперь можем все это камерой отделить. Ну, вот так выглядит, собственно говоря, вторая часть внутренностей камеры. Давайте немного отчисим ее от пыли. Ага. Вот где был закреплен шнур, аж на болтах. Ну, так, тем не менее, выглядит камера. Изнутри, с обратной стороны. Здесь еще больше микросхем. Какие-то кнопки, транзисторы, резисторы и прочие штуки. Тут помечено маркером. Яркая розовая наклеечка здесь у нас. Давайте я немного зомирую и увеличу. Вот так выглядит вторая внутренняя часть нашей видеокамеры Samsung. Да и, в принципе, наверное, многие камеры изнутри выглядят так. Тех времен очень много механизмов. Сейчас, я уверен, всего намного меньше в этих камерах. Не так все обстоит, как сейчас. Но все-таки заглянуть в историю очень приятно. Вернемся к извлечению кассеты. Все-таки нужно довести дело до конца, поэтому я убираю все лишнее. Сейчас буду пробовать извлечь кассету. Ну и здесь, соответственно, нам нужно снова выкручивать болты и возвращаться старым добрым шурповертом. Так. Мне кажется, я могу сейчас отделить переднюю часть с оптикой, если пооткручиваю ее здесь. Снова упрямый болт. Да, частенько на такие попадаются. Вот еще один. Этот почему-то, кстати, не черный, в отличие от остальных. Те были черные, а этот белый. Так. Да, мне кажется, сейчас я просто-напросто докручусь до того, что сниму всю эту микросхему. Мы сможем заглянуть в камеру с обратной стороны, если, конечно, я найду все болты, на которых она закреплена. Почти все, почти все. А, черт, мы все-таки держим на этом болте. Это мы можем выломать. Опа. Все, отлично, мы выловили переднюю часть с оптикой. Здесь я нашел светодиод. Кстати, оптика достаточно целая. Я думаю, с этой линзой можно что-то сделать. Хотя, пока без понятия, что именно. Но, тем не менее, она, как вы уже видите, здесь достаточно целенькая. Будь здоров! Андрюха пчихает. Так, я думаю, сюда, наверное, нет смысла заглядывать. Хотя, можно заглянуть в отсек с оптикой. Но я тут не очень понимаю, как он разбирается. А мне все же пока больше интересует эта часть. Потому что я все-таки хочу извлечь эту кассету. Изнутри. Но я не вижу другого выхода, кроме как взять и просто раскручить все это дело. Как мы... Что у нас обычно и получается лучше всего. Все. Мы извлекли эту суперкассету. Да, 8 миллиметров HHS 90. Высший стандарт. Высший стандарт. Да, ребятки, я думаю, здесь явно записано что-то интересное. Посмотрите, какая она мелкая. И вот то, что осталось от механизма, который мы так яростно пытались раскрыть. Но нам это удалось только после того, как мы применили тяжелую артиллерию в виде ножа. Все события, наверное, каких-то 90-х годов до 2000-х. Может быть, после 2000-х. Не знаю, насколько старая эта кассета. Может, здесь есть год. Но я думаю, все вам интересно, что здесь записано. Поэтому самое время ее цифровать и посмотреть, какие супер воспоминания запечатлела эта VHS-кассета. Камень, который умеет делать, всякие штуки. Кстати говоря, я все же умудрился разобрать часть, которой прилегал объектив. И нашел там довольно интересные штуковины. Во-первых, это несколько различных линз, которые составляют сам объектив. Ну и пару мелких моторчиков, которые можно использовать без понятия зачем. Но, наверное, их зачем это можно использовать. Хотя, если у вас есть какие-то идеи по поводу того, что можно сделать с этими мелкими штуковинами, не стесняйтесь, спешите об этом внизу в комментариях. И так, ребятки, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравился данный выпуск. И вам было приятно заглядывать со мной внутрь этой советской видеокамеры. Хотя, да, я думаю, прикольно получилось. И если вам понравился данный выпуск, у вас есть идеи по поводу того, что еще мы можем рассмотреть в следующий раз. Предлагайте свои идеи внизу в комментариях по данным видео. Мы рассмотрим самые крутые и заглянем внутрь всяких разных крутых штук. Потому что я обожаю потрошить всякое прикольное барахло. Так что я жду ваших идеи. Не забудьте подписаться на наш инстаграм, если мы даст вас, потому что там еще больше прикольных штуковин, которые не попали в кадры в данном выпуске. Но там будут фотки из этого выпуска, которые вы сможете прокомментировать. А также увидеть те материалы, которые не попадают в кадры на нашем канале. Так что на нашем инстаграме еще больше прикольной информации. А на этом я заканчиваю данный выпуск. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем крутом видосе, где мы заглянем какую-нибудь прикольную хреновину. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!